кто пришел вас не видно сделайте чтобы видно было добрый день рассказывайте кто вы такие откуда вам видно вам видно вас не слышу голоса нету не слышно голоса нету у вас к микрофону ближе подойдите не слышно совсем вас не слышно вас не слышно включите там что-то у вас отключено не слышно ни слова вы меня слышите чуть-чуть тихо-тихо вы к микрофону ближе подойдите а интерпекала вот теперь слышно расскажите кто такие я с вами ранее общался уже так а я с вами ранее общался помните не давал там вопросы а где где общались ну skype с вами лично ну назовитесь кто вы по какому делу пришли и что у нас было раньше я известен под ником в крещении александрами у меня я общался с вами о масонах о животных и вообще мы священописание обсуждали вот я привел своего друга у него есть несколько вопросов по священному писанию ему было бы интересно пообщаться с вами так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я нет я не против все я слушаю пожалуйста поближе микрофон держите здравствуйте меня зовут андрей хорошо у меня есть несколько ну вопрос вопрос есть несколько хотелось бы вам задать можно да можно вот протестонизм протестонизм есть есть постулата реформации один из постулатов россии гласит соля фиды только вера слышали да ну и шток вот я хотел спросить вот православие утверждают то что для того чтобы спастись недостаточно только веры необходимо чтобы человек еще и и были дела а в протестонизме считаю то что для спасения необходимо только вера описание как дела это следствие библия я вам прочитаю римлянам 3 глава 28 стих ибо мы признаем что человек оправдывается верою независимо отдел закона да а чем вот здесь утверждается то что то что человека получает оправдание через веру не через дела когда как и того чтобы в какой период жизни что когда когда оправдывается до веры человеком отдел когда он признает христа своим господом и спасителем обращается к нему и становится божьим чадом вот это он оправдывается только верою а дальше вера может быть мертвой вера без дела твоя как пишет это первый момент он показывает павел первый господь не смотрит блудница разбойник он возвал и он принял его и просил а дальше иди говорит и что не греши парень решила вера без дел мертва почему 218 якова написано покажи веру твою без дел твоих а я покажу тебе и сделал моих вот почему мартин лютер эту книгу яков выбросил вообще из нового завета все это правильно поступил он а вы-то его дети если бы если он выбросил полностью выбросил просто ее нету она не сходится с его мнением и ретичи диким и поэтому он выбрасывает вот когда покажешь где-то вот иконы это и дал и иконы и дал ягра как христос пришел в молитве это дом молитву он как горд мой дом мой дома молитвы нарисуется вы сделали равенцепом разбой его дом его а какое устройство там были иконы не было так были иконы от пола до потолка внутри и снаружи а если бы были и дал это было бы капище где были в доме в храме который был где были при жизни христа там были иконы людей вне иконы людей были люди-то не были на небе по образу небесного было сделано сделай как моисеев сказал все что ты видел на горе по образу небесного людей-то там не было потому что людям ход был закрыт кровь христа не была пролита за грехи людей там были хирургии сделает изображение херувимов изображение по-гречески икон иконы сделай надо чтобы в писании правильное толкование было это означает нигде одно место не противоречит другому а то петр сказал не поклоняйся я тоже человек а в другом месте кланялись никто не говорил почему поехали сказать еще не могут это неправильное толкование значит можно кланяться знаю что у тебя внутри кому ты кланяешься человека признаешь за человека или за бога вот поэтому против протестантизм он называется секта у за взгляда на истину как через щель танк он вижу только впереди но он правильно ищет но найти не может потому что отверг наследие церкви за тысячелетия господь же тебя с вами во все дни до скончания века они провозносили христа нету надо отдельную церковь образовывать а христос не сказал что будет церкви творить однажды создал протестантизм это заблуждение смертельная прообраз 16 глава числа дофана вероной кореи это и их прадеды они это отошли от моисея и господь живьем затолкал ваты с семьями совсем то есть все кто принадлежит протестантизму они попадут все в ад они не церковь ну вы понимаете что христос сказал мы считаем евангелие от матфея 16 глава 18 стих я создам церковь и врата да не долет ее я создам не лютер создаст ее не джон смит не ульям миллер не елена уайт а я создам а где создал все знают день пятидесятницы сошел дух святой и вторая половина для язычников к дом корнили 10 глава все и во все дни до скончания века на другой день была церковь это другом годе и в другом тысячелетии а если понимали церковь была а христа в ней не было тоже не церковь а если она церковь и он с ней был как понимали люди как понимали как лютер как протестанты никогда рукоположение передавалось от епископа к епископу где сосисал перерыв там ничего уже нету выдумка одна а вот сектантов у баптистов у них ничего и нету сейчас вот к камету заезжал джасас уолкер здесь молочник один на алтайе с америки он прямо говорит у нас говорит в америке сейчас 20 тысяч разных наименований динаминации конфессии я говорю что это за слова динаминации конфессии вы где их нашли это сатана прикрыл слова ересь надо спрашивать не какой-то конфессии а какой ереси принадлежишь церковь одна а еретиков тысячи а это плотские дела дела плоти известны прелюбодеяния убийство ереси ереси павел перечисляет послание галатам ересь это не просто так не так понимают это означает смерть еретика после первого второго разумения зачем павел это сказал к титу 2 3 10 зачем говорит еретика то есть они они есть еретики после первого второго разумления отвращайся зная что они развратились будучи самоосуждены так что в ад пойду так вот до другого места нету это павел говорит а когда читаем 247 диане апостол господь ежедневно прилагал прилагал спасаемых сверху а зачем прилагать образовывали в общество дамся нет к церкви который он образовал тут не надо еще толковать она маленьком вздрогнуть один раз и и все и сразу же поймешь что вольнодумство не пройдет в рай почему а на первом месте себя отверглись растопчи свое я возьми крест тебя будут свои разве церкви христовой разве церкви христовой не принадлежит всякий верующего христа нет конечно только тот кто в нее вошел а кто верит дьявол верит бесы веруют и трепещут тогда и бесы будут членами церкви что вы говорите он должен быть церкви он должен понимать так как церковь понимает с первого века они с 17 века как мартин лютер 1517 году эти девяносто пятьдесятся прибил а до него не было церкви в шестнадцатом столетии а кто в тринадцатом так понимал ни одного в двенадцатом в одиннадцатом десятом девятом ни одного не было ничего дурью маетесь ты а у нас каждый век определенное число святых которые умерли за христа которые подвязались они оставили труды вот говорят а кто он такой и гнать и богоносец первый век это ребенок который христос брал на колени и говорит таковых и царство небесное епископ антиохии его бросили в риме львам они его съели у него шесть посланий где они у протестантов а зачем им не надо у них прекратилось все на апостолах у них церкви то нету я в первом веке кто понимал как вы а павел он считает павла и не понимает а во втором веке молчок третий пятый не адвентисты седьмого дня не баптисты не 50 не харизматы они ничего не могут сказать в защиту своего заблуждения если вы верите в жизнь вечную а тут не игра тут очень серьезно одна коротенькая жизнь и надо определиться точно церкви я или не церкви христос пришел дунул им воскресший говорит кому простите проститься вы кому на ком оставите останутся кому отдал эту власть доктору брата у брата просите нет не брата у брата а вы вы кому простите спрашивается приняли духа святого он дунул и сказал примите духа святого а зачем писятница то да стектанты ни на один вопрос не могут ответить я с ними 56 лет работаю могу сказать что писание не знают не знаю даже яр николаевич пести мой любимец этот когда сыны божии стали входить дочерям человеческого начало что ангелы совокуплялись женщинами да как они могут когда они дух у него чем совокупляться то нету а что это такое а это дети сифа и дочери каина церковь так понимала канониты церкви нет ни одного вопроса который не был бы отвечен ни одного каноны правила которые собирали вселенские соборы а здесь ничего нету а я пресвитер на какой ты пресвитер то кто тебя ставил кто избирал где ты получил благодать они когда начинаешь говорить они за голову хватаются как это у нас так получилось ну получилось тебе бог откроет увидишь дух святой сходит только через руки апостолов а не в том что ты болтать начал языком вот считаем восьмая глава деяния апостолов самарии люди уверовали уверовали а гонение было сильное восьмая глава четвертый стих говорит а рассеявшиеся ходили и благовествовали все все разогнены были разбросали пламя а апостолы остались в иерусалиме и когда услышали что в самаре обратились через филиппа петр и он встали не стали звонить по мобильному как у вас дела получили нет а просто встали и пошли пришли и говорит получили духа святого не горит понятия не имею вот он возложил руки почему все апостольские руки были иерусалимы дух святой нигде не сходил я не сразу не спрашивали пришли возложили руки дух святой сошел что слепы а как апостол апостол павел говорит чтобы ты довершил не докончено рукоположил каждой церкви пресвятеров а тогда пресвятерами епископы назывались тоже нет ни одного стиха в библии который не был бы истолкован вот у меня вышел трехтомник у меня 38 томов книг вышло трехтомник полное толкование нового завета по святым отцам полная с откровением впервые за 2000 лет такой в одном комплекте вышло это ни одной буквы нет которая не была бы истолкована откровение и она богослова четыреста тридцать страниц только толкования каждое слово соответствии с библии с толкователями первых веков и дальше кто как понимал и указан эпифания так понимал василий великий так кирилл урсалимский так такой-то век так-то люди понимали а сегодня начинает городить такой веролаж хоть святых выноси и при том каждый наставит на своем вот у меня знакомый баптист а у них оде отделились они отделены называются ну более так это 62 году они отделились и те были церковь и до церковь а эти от вас отошли они не церковь а те баптисты более ревностные у них сто тридцать человек в тюрьме побывала сколько не вернулась из заключения они более чисто живут но они не церковь а тех теперь новые отошли я их спрашиваю скажите вы церковь да а где рукоположение от кого там вы просто избрали просто избрали нет написано рукоположили как это без всякого прикословия меньше благословляется большим меньшей большим а кто вас меньше больше они не знают меньше это пресвитер дьяхот а высший это епископ он должен руку полагать у вас его нету а что тогда делать смириться перед богом я уже договорился с вами вот у меня есть такая книга покажу сейчас она есть в интернете я вам покажу не знаю увидите нет питер гилквист возвращение домой 2000 протестантов они собрались там но не ревностные были еще студентами в америке она с фотографиями книга сейчас в интернете можете найти они живые все питер гилквист и они тогда говорят давайте так то мы видим у нас совсем не то идет как должно быть то ну давай вот вы два брата будете заниматься рукоположением найдите книги старые поезжайте в грецию откуда вера то пошла в иерусалим найдите это все мы будем заниматься почему божья матерь посчитать другие а мы будем разбирать что такое церковь разбились на партии стали через год вернулись стали делать доклад сделали доклад так а мы тогда и не баптисты никто мы православное город они нашли и 2000 человек сразу присоединились из них кажется 16 диаконов сразу рукоположили они пристали греческой церкви церковь от апостолов это православное католики григориан армян и копты и сирийцы все дальше ни одного человека нету вот в этом дальше только ересь у них нет рукоположения а что сделать а вот пойти и выпросить чтобы как вам не нравится православие идите католиком там есть из старых католики а нет григориан армянская апостоличная церковь апостоличная чтобы вам рукоположили ну самых лучших изберите не меньше двух или трех епископов а вы тогда всех рукоположите но вы должны дать подписку что вы никуда не будете выходить из апостольского толкования выход то есть вот старообрядцы у них 180 лет не было при и они искали по всему миру и наконец нашли а в россии он на покое был митрополит от него рукоположили там павла или алипия 2 они вернулись в россию теперь рукоположили и теперь у них епископ и все церковь церковь а то единственное другого пути вообще не существует искать не надо не может тот дать то чего не имеет сам как он преподаст когда этого нет у него притом мы не ограничиваем что тебе иди к католикам я показываю широкий круг иди коп там сирийцам которые идут от корня ведь андрей дошел до киевских гор русские православие идет от андрея рукоположил у католиков от апостола петра в индии там от фомы на севере априке от марка он рукоположен был петром по-другому никогда не понимала стерковь никогда одно время появлялись такие верующие у которых нет главы епископа их звали безголовые это не то что там обзывать а ну нет главы епископа и так они вошли в историю как безголовые она побыла сколько-то все исчезло и если бы баптистов ну было рукоположение православным не был потому что здесь меня сильно стесняют но я работаю здесь вот так вы только то что говорите вот пришли сюда вы сначала молитесь мои слова для вас это ветер в голове бог чтобы заложил сюда как богу угодно вот вчера была инаугурации на украине зеленского владимир александровича президента избрали ясно бомощала до конца смотрел не то что ролик а прямо как шла прямо онлайн шла но я стоял и молился у нас поклоном это сотнице называется я могу передать свои чувства я он мне понравился еврей чистопородный ну все его биография писать еврей дед еврей там все было очень богатый у него везде везде в банках визион и все перечисляется где у него есть веселый радостный приятный лицом я ничего не могу сказать показывать жена сидит хорошая женщина первая леди конечно без платка дальше дальше ему там вооруженные силы как подчиняются все здоровься пани президент пани президент вот но я всегда слушал ну полтора часа там идет инаугурация я стою смотрю там международная там сколько приехало людей я не могу понять на меня такая тоска напала такая печаль на сердце я едва слезы сдерживал меня спрашивает сейчас в интернете а почему не знаю я я в мыслях только и разлетятся как мошкара из пророка все это игра масонов все что они делают на пять лет ему века то не надо он не понимает какая беда он крым вернуть да кто ж тебе его отдаст крым он вернет он никогда не был украинским а то сумадур хрущев отмахнул для жены на день рождения тогда одно государство было незаметно а тут сразу и вернулся народ донбасс это совсем другая история я не хочу войны а как мирно мирно никто не отдаст там уже миллиарды выложили какой мост сделали теперь не надо парома этого я смотрю на это собрание при том там знаки власти булаву ему дают масонскую цепь надевают на него ну красиво а внутри у меня печаль я не могу объяснить вот не было такого парад 9 мая был там этот показывает путин сидит тоже с разных стран ну и все смотришь как на детскую игру даже интересно смотреть как они маршируют как он здоровается там музыканты играют здесь не то здесь семена какая-то смертная тоска и печаль он не знает что дальше будет а вы знаете я не знаю я предчувствую потому что при чувстве беды даже скотина чувствует а я молюсь все время молюсь написано постоянно молитесь я полтора часа пробыл с ними что потом пять часов проплакать о погибших людях так а кто погиб не знаю я их просто как бы вижу как бы я не вижу ничего а когда случилось а почему не говорили я выставил два ролика сегодня на эту тему то такое зеленский как он мне понравился и рассказал о своем чувстве я ничего не открываю но настораживаю не спешите радоваться хотя нужно радоваться всегда положил руку локоть опирается у него стоит он там где трибуна у него такая на конституции украины а рука лежит старинная книга евангелия крупно вот у меня библия православная не 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 протестантская в ней 77 книг 77 и вот какая она толстая моя рука вот можете посмотреть какая а так книга лежала раза в два толще я реставратор много лет был книг переплетчик но я сразу вижу нормально и переплет на шнурах там внутри я вижу по выпуклым частям действительно она к 16 веку относится и он дает клятву на евангелие в котором написано не клянись вовсе еще это такое там написано не клянитесь ни небом ни землей ни головой и не проще господь объясняет а он клянется клянусь через день ты уже не знаешь где ты будешь а по счету сказал я обещаюсь не лукавить и не врать и не грабить вас я дам украинцам чтобы нормально жили он право хорошо сказал распускаю думу хотя законам у этого пока не позволяет он как распускаю что мои портреты не вешали нигде я не бог чтоб поклоняться мне очень понравилось это а дальше я могу только сегодня он в моих молитвах мы каждый день молимся за царей мира написано молитесь за старей за начальствующих я всегда поминал петра теперь поминаем владимира владимир александровича зеленского почему вы так любите его это не тот вопрос во первых он из того поколения о котором сказано благословляющий семя авраама будет благословен проклинающий будет проклят я заклинаю во всем мире людей никогда не поносить народ божий никогда все знают о какой у меня обильное благословение почему а я везде стараюсь помогать евреям где могу так они не знают знают многое они готовят храм принятию своего мошлиаха который окажется антихристом мы даже это говорить ну и что храбрый вы знаете что такое храбрый по-гречески андрей называется а по-русски храбрый итак можно еще вопрос давайте вот есть такая молитва при святой богородице да там есть такие слова спаси нас да просто мне интересно задался этим вопросом зачем молиться при святой богородице чтобы она спасла если спасает только христос только христос а где вы нашли только только покажите в библии где нет другого имени поднимом данного человеком которым бы надлежало нам спастись только христос только его имя деяние 4.12 никто не говорит что другими имя спасается такого нету а где написано а вы не считали такое господь говорит когда народу было трудно он посылал ему спасителей во множественном числе противоречия нет не противоречия но спаситель оказывается не один а много да ходатай один между Богом и человеком тоже неправильно между Богом и человеком один а между человеком и Богом много а какая разница ничего себе представитель от Бога один а представитель от человеков много Павел говорит молитесь обо мне дабы по ходатайству многих я был возвращен вам для благовестия по ходатайству а раз ходатайство значит ходатайв много сектанты вообще не понимают писание как должно А я спасен. Все, иди проверь. Спасен аеретик, аеретики не могут спастись. Они дела плоти, разделения, раздирания церкви совершают. И при том конца дроблением этим никакого не видно, нигде. Двое уже не разойдутся. Сколько манек, сколько ванек, столько голов и умов. А кто так понимал? Я отвечаю, вот это место понимал Ефрем Сирин, вот так. Исааки Сирианин есть. Ян Златоус. От одного Яна Златоуса 12 томов по 800 страниц. Полное толкование. И ветховые все. У него 12 томов. Это самый знаменитый проповедник за 20 столетий. А у него пятый том. Самая высшая вершина. А что там? Толкование псалтыри. Правда, не все. Многое утеряно было. Ну, достаточно. Если хочешь знать, как понимали, всегда спрашивай, а как понимали святые отцы? Мы сразу открываем такой-то том. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Девятый – это деяния апостолов. И все их вместе совокупил святых отцов Блаженов Феофилакт, болгарский архиепископ. И вот это у нас вышел трехтомник. Его труды полностью толкования до откровения. Начиная от Матфея. Каждое слово поясняется. Почему? Вот был Авраам, а будешь отныне Авраам. А в чем разница? Одну букву добавили. А зачем Бог ей одну букву добавил? Ты был Авраам, теперь будешь Авраам. Считали такое? Да. Я, гляжу, не помните, наверное. Читал, читал. Ну, а зачем эта буква была? Зачем она нужна? Еще она значит. Ну, допустим, Иван, а мы скажем Иваан. Что изменится-то? Ну, там же еврейский язык, я не знаю. Ах, не знаете. А почему же не знаете-то? Перевод с еврейского. Еврейский. Авраам означает странник, пришлец, странник, бомж. А Авраам, две буквы, означает отец множества. Отец множества. Вот когда пришла, ну, Наимень, Наимень ушла с мужем, с двумя сыновьями на поля Моавицкие, когда урожая не было в Израиле. А когда вернулась, и все закричали, Наимень пришла, Наимень, она говорит, не зовите меня Наимень, а зовите меня Маррой. А Маррой. А почему Наимень означает красавица, прекрасная? Она потеряла все, и говорит, зовите Маррой. А Марра означает горькая, Мароа. Они это знали. А у нас девочка рождается с черными волосами, а зовут Светлана. Какая же Светлана-то? Ее она звать Миланя. Миланя означает чернявая. У нас имя Варвара. А Варвара означает грубая, невежественная. Варвар. Варвар это нам понятно, говорят. Это варвары напали на страну. Вот Михаил. Как переводится, еврейское. Никто, как Бог. Ему равных нету. Никто, как Бог. А если на первом месте Ил стоит, Илья. Илья означает Бог, моя крепость. И он говорит, Вифрием. Вифрием означает дом хлеба. Там Христос родился. Хлеб жизни. Все связано. Все и разъяснено. Людей жертвовали всем. И полагали имение, продаваемое к ногам апостолов. А зачем это делать-то? Веры же спасаются. Зачем дела? Ну, веровали. А Павел говорит, нет. Поле жизни – ресталище. Итак, бегите. На ресталище бегут многие на стадионе. Но награду получает один. Если наша праведность, не вера, а праведность, не превзойдет праведности книжников-фарисеев, не можете увидеть Царствие Божие. Все. Уверовал я. А в веру я спасаюсь одной. Верою в день, когда ты услышал и обратился. Никакие дела не нужны. Какой ты есть, такой приди, покайся. А далее с первого дня обновленный, начинай, следуй за мною. Твори дела доброты. Дела света, любви. Чтобы люди, видя не веру вашу, а видя ваши добрые дела, значит, они должны быть, прославили Отца Небесного. И город не может укрыться на вершине горы. Видите, протестовать научились и все. А у них там сейчас и женщины, и вот гомосексуализм. Это они все зародили. Это от них пошло. Делая срам. Мужчина на мужчинах. Как в Кремленном первой главе Павел пишет. Содом гаморру устроили. Вот это щад рулетка. Я в ней уже 82 дня работаю. Нашли сотни людей, которые желают слушать. А зачем вы пришли? Вместо блуда в это ущелье тьмы вы пришли возвестить людям радостную весть, что Иисус умер и воскрес. И всех призывает к себе. Как широко он раскинул руки на кресте, желая с погибленного мира захватить всех к себе. Уже встретили сколько людей, мужчин и женщин. Нездоровые имеют, я говорю, нужду во враче. Но больные. А вы все больные здесь. Я к вам два вопроса задам. Маханьки-маханьки. Вы ответьте только как знаете. Зачем вы бреетесь? Первый вопрос. Сразу отвечай. Ну, я вас жду ответа. Вы меня спросите, я скажу, я не бреюсь, не даю волосинки, не трогаю. Так, Бог сотворил. А вы что ответите? А все, вы можете ответить, когда живете по стихиям мира, а не по Христу. Вы миру подражаете. Я среди баптистов был, привел журнал «Баптист», 10-й год. Молодежь одна сидит, баптисты, и все с бородами, все до одного. Ну, так тогда так. Как тогда? Еще другого Бог человек сотворил? Конечно, нет. Когда человек стрижет эту бороду и бреет, это хуже изнасилование, как в тюрьме называют опущенное. Это Библия говорит нам. Когда показываешь, а как мы... Братья говорят, тут пища не приближает и не отдаляет. Я говорю, а где вы нашли? Ну, это написано где-то... А где? Открываем Коринфян, 8-я глава, и написано, пища к Богу не приближает. А где вы нашли, что не отдаляет? Она отдаляет. Адам вкусил, и Бог из рая выгнал. В пустыне люди просили прихоти, и Бог их умертвил, песок зарыл. И при антиксисе не продать, не купить, это не башмаки, еды не будет. Из-за пищи человек все отдаст. А вы говорите, не отдаляет. Пища очень отдаляет. А приближать как она может? Едим ли, ничего не приобретаем. Приобретаем жирный живот, опухшие глаза. Короткая жизнь, инсульт головы, и быстро помер. Мы что приобретаем? А ты должен быть какой? Как в Писании говорит, в посте и молитве непрестанно. А эти люди не едят, написано жрут. Жрут – это, если знаете, как в немецком языке есть и жрать. Жрать – фрессен. Фрессен. Значит, жрать. Скотина жрет траву, жрет. Она не просто ест ее. И вот они едят. И пишет апостол Иуда, говорит, без страха утучняют себя. От жира выкатились глаза их. Значит, зачем тебе это нужно? Лишнее, я говорю человеку, который лишний вес. Зачем бреетесь? Вопрос остался в силе. Зачем? Кому подражаете? Бритье лица называется блудодейная ересь. Блудодейная. Человек по-мирски живет. Культура такая. Я говорю, ты считаешь, что верующие только? Ну да. А Фридрих Эдвис и Кармас – это верующие были? Нет. Вожди материализма. Ну правильно, а какая у них борода? Посмотри. Нигде бы не пострижено. Давно ли это было? Вот сидят семь человек. Посередине Владимир Ульянов, будущий Ленин. Старшему 30 лет. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Передовой. Все до одного с бородами. И Бабушкин там, и все. Бухарин стоит. Совсем молодые ребята. Отец у него был инспектором училищ. И тоже у него учителя. Все до одного. Безбородых ни одного нет. Мы смотрим Циолковский. Такая бороденка. Изобретатель радио Попов. Там борода реденькая, но какая. С Хошимин там три волосинки. Не трогает. Посмотрите, Лев Толстой, как Достоевский сидит. Да еще в советское время с Кубы прижал Фидел Кастро. Какая борода у него шикарная. Понимаете, примеры. Это в церкви. Зайди, посмотри. Ни на одной иконы бритого Христа нет. Даже баптисты и еретики всегда рисуют с бородой. Ну, конечно, сумасшедшие. Рисуют его в кепке, в футболке, с папиросой в руке. Ну, то есть, с дураков какой спрос. А апостолы все с бородами. Притом баптисты изображают их. Есть слова Арнистрима. Пророки с бородами. А ты кто, какого рода племени? И вот сказать, сразу скажешь, жена тебе начнет на пятки наступать. Поставь под руку все, не будь подкаблучником. Брит, вы сегодня уничтожь. Покажи решимость хоть в одном деле. Ну, а вот если вы согласились, скажут, а еще что? Я спрошу, а зачем вы расстегнули рубашку? Почему она у вас не застегнута? Так удобнее. Нет, неудобнее. Вы не знаете, как удобнее. Оторви пуговицу. Почему удобнее? А у меня вот так удобнее. Вот оно все. Это означает, что человек собранный. А верхняя пуговица расстегнута. Это масонский знак. Галстук снял, сразу расстегнись. Если костюм есть, нижнюю пуговицу расстегни. Их устав почитайте. Сатанисты. И вы свободно пользуетесь этим. Никогда не расстегивай. Всего ничего. Пуговка. А это уже принято. Ну, какая звезда? Семи, конечно. Семи. Пяти это... Кто? А шестичья Израиля. Шестиконечная звезда. Два треугольника перевернутые. Все имеет знак. Крест означает христиане. Полумесяц. Мусульмане. Это не мы придумали-то. Пуговица верхняя должна быть всегда застегнута. Даже Жириновский. И тот застегивает, когда галстук. Как только галстук снял, ты должен расстегнуться сразу. Это их правило. А сейчас детишек маленьких приезжает к этому. Так удобно. Как раз это неудобно. У тебя горло болит. Гланды болят. У тебя бороды нет. Каждый градус мороза бьет тебя. А расстегнутый, ну как, распоясся все хулиган. Я спрошу, почему пояс не носите? Вот я в поясе. Не знаю, видно, не видно вам. 109 раз Библия говорит в поясе. Христос с поясом был. Иоанн Креститель, кожаный пояс написано. У ангелов с поясами. Пророки с поясами. Апостол. А ты кто такой? Это ничего не значит. А зачем бы, Павел говорит, припаяшься с истиной? Вот Петр в тюрьме. Завтра его будут казнить. Его охраняют 16 солдат. Ангел пришел, усыпил, открыл дверь и говорит, обойся и припаяшься. Чтобы неподпоясанный даже не появлялся из тюрьмы. Вы никогда не ответите на самые простые вопросы, потому что вы неподпоясанные. А в тюрьме тогда не отбирали пояса, а сейчас отбирают. У меня всегда в тюрьме был пояс. Пояс это ремень? Нет, разницы никакой, нету какой. Вот веревочка какая. Ну, видно, что она есть. Вот она. А он означает истина, что я никогда не лгу. Припаяшься с истиной. Шлем есть? Да, шлем спасение. Возьмите щит какой. Возьмите оружие какое. С оружием правды в правой и левой руке. Почему? Одной рукой не раскрывается книга. Двумя руками Библия должна быть раскрытая. В левой и правой руке. Святая Библия. Вы каким языком владеете? Русским. А еще? Чуть-чуть английский. Английский. Как будет? У них Библия как написано? Holy Bible. О! А что означает? Святая Библия. Святая Библия. А по-немецки как? Я не знаю. Heiligen Bibel. Святая Библия. И поэтому в русском языке, раз не поставили, в ее ставьте. Слово Святая должна стоять. У них прямо в названии. Так и напечатано на корочке. Она святая. В ней ни одной черточки нельзя выбросить. А тут начинают в Ветхом Завете, Бог такой, злой. Ну, невоязычники сегодня. И христиане начинают повторять эти бреди. Давятся чужой блевотиной. В Библии каждая буковка стоит на месте. А почему так держите за Библию? Потому что в 12.48 Евангелие от Иоанна говорит, Господь сказал, я не сужу вас. Слово, которое я говорил вам, оно будет судить вас в последний день. А раз по нему, значит, я день и ночь должен смотреть, чтобы не ошибиться. День и ночь должен заботиться, чтобы предстать оправданным. И 1.8 Иисуса новинно говорится, Сея книга да не отходит от уст своих, но поучаствует день и ночь, дабы точности исполнить написанное. В точности. Когда Библию в последний раз в руки брали, считали? Она у меня сейчас открытая. Сейчас я верю в это. А когда считали ее, просто так от всего отойдя, и считали. Считали и делали пометки себе, не в Библии. Вот это место открыло мне многое, больше. А вот это я не знаю. А вот это не знаю, как совместить с другим. Вы так работаете с Библией? Но я Библию каждый день читаю. А я вопрос не этот задал. Иной говорит, считает, смотрит в книгу, да видит фигу. Я сказал, первый вопрос, когда считаете, просчитали, пометьте, что нового вы нашли в просчитанном. Вот я ее считаю 56 лет, и каждый раз нахожу новое. И всегда люди удивляются, а где вы это берете? На молитве. Только на молитве. Я молюсь и считаю. Перед молитв, перед чтением молись, и после молись. Открой свои желания перед Богом. И Господь так тебя откроет. А теперь скажи, что мне непонятно. Тоже пометь в этом, в прочитанном. Сколько ты прочитал? Полглавы или где-то? Второе, значит, что новое открыло? Второе, что мне здесь непонятно? А третье, ну и третий вопрос сумею поставить. Как я сумею это применить в обыденной жизни? Как? Какому месту приходится? Вот у меня стихотворение, 4 тома по 800 страниц. 3467 стихотворения. Мною написано за 9 лет. В каждом стихотворении 9 куплетов. По 4 строчки. 36 строчек. И напротив каждой строчки написано, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию. И когда увидели это, кто пишет стихи? Ой, как интересно. А где вы учились? Нигде просто. Сама рука написала. Нигде. Ну вот я пишу, и у меня рука пишет сразу место писания. 36 раз нужно открыть Библию. Здорово. Один как-то приехал. Мы когда-то учились вместе. Ой, это каким надо быть умным, чтобы так написать? Я говорю, да какие мысли-то из Библии взяты? Какой мы... Так тогда это еще больше вы знали, откуда взять? Ну не знаю. Я этим живу. Дышу. И когда человек с чем-то не согласен, а когда прочитает, и в Библии написано. Надо же, я никогда не думал, что в Библии это есть. А Библию все время считает. Вот у меня название. Ну если, допустим, Украина, я бы озаглавил Украина. И легко, плейлистов-то много. А я большинство... Вот вчера сколько? Четыре ролика, и все озаглавлены местом из Писания. Место из Библии. И такое место, что каждый смотрит, ну неужели в Библии такое написано? Да как же я читал, не видал. А мне не надо искать. Я стихотворение пишу, у меня уже эпиграф высветился. Вот Господь как делает? Почему? А благодать Божия. Благодать. Я евреев благословляю, мне Бог благодать дает. И написано, хочешь быть благословен, плати десятину. Я плачу. И поэтому такое благословение. Это не наше Божье, это все благодать. И поэтому жизнь всегда радостная. Вот мне 80 лет, а я с голубями вожусь, у меня три голубятни. В деревне две и здесь одна. Да еще в коробке в зиму сто дней живут у меня, рядом воркуют. Вот я знаю, что это единственный живой организм птица, который никогда не надоест слушать. Вот курица, если куда, что-то уже через пять минут надоест. Гусь там через десять минут. А голубь хоть целый день воркует, и все по-новому как будто. Голос тонущий, плененный. Израиль мой, говорит, такой-то, Бог сравнивает. Итак, где ваши вопросы? Я не просто с вами разговариваю, а я отвечаю на ваши вопросы, которые вы не задали. А время же уже все выживаете. Задавайте, задавайте. Ну, есть еще один вопрос. Конечно. Я как-то один раз включил видео на вашем канале, и вы там читали место, ну, вы в церкви стояли и читали Библию, или говорили проповедь, я уже не помню. И вы там упомянули такой стих. Это он записан в 6 главе, в 54 стихе. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». И вы говорили то, что это Христос говорил о вечере. Да. Но по контексту он о вечере не говорил здесь. Он говорил, ну, выше стих есть, он похож. И он говорит об одном и том же. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». И итог тот же самый, но он приравнивает пить кровь его и кушать его плотно. Плоть с верой в него – это одно и то же. Ну и что? И здесь не говорится о... Ну и вы говорили то, что, ну, то, что человек, когда принимает вечерю, он имеет вечную жизнь. Но здесь имеется в виду о том, что, веруя во Христа, человек имеет вечную жизнь. Ну и что? Что, какое противоречие-то тут? Ну, просто как верую. Тогда не надо никакого причастия, одна бы вера и была. Он прямо говорит, он не будет есть плотище сына человеческого, не будет иметь жизни. Он мертвый. Он не будет иметь жизни. Как раз в шестой главе. А когда считаем, вечерю творит, и взяв ее, преломил хлеб. Хлеб преломил. Хлеб. А падала, говорит, сия есть плоть моя. Она превратилась в плоть, хотя виден тело. Тело его превратилось, хотя видим хлеб. У астектантов ничего нет. Они взяли там пряники, переломили. Я говорю, что брали в руки? Хлеб. А сели? Сели хлеб. А зачем вы это делаете? Они не знают. Потому что они не священники. У них никакого таинства нет. А здесь евхаристический канон, и во время его, священник, когда молится, священник, рукоположенный, пресвитер, хлеб превращается в тело, а вино превращается в кровь. И посмотрите, с каким благоговением причащаются люди. Чтобы ни одна капля нигде не была потеряна. И как проверяется, на исповедь идет, как готовится человек. У протестантов ничего этого нет. Внешне соблюдают, а там ничего и нет. Я говорю, вы верите, что... Да нет. Это подобие. А где написано слово подобие? Нету написано. Кто недостойно причащается, виновен против плоти и крови. Не против хлеба. Вы чего считаете-то? Ну, дома я ем, он уронил хлеб на пол или бросил собакам. Чем отличается от того, что церковь-то? Виновен против тела и крови. Они вообще ничего не понимают. А кто понимает, тот оставляет сектанство, принимает православие. Насколько уже пришло и делается священниками. Это лучшие священники, которые любят Библию. Я вот, которые пришли оттуда, я говорю, и как вы... Вы только сохраните то, что там имели. Да, я знаю. Тебя научили там Библию любить? Храни это. Правда, они 11 книг из нее выкинули. Но у нас 77, а у них 66. Они еретики полновесные. Но у них хорошее есть. Любят Слово Божие. Любят Христа. Вот это возьмите себе. А да я взял. Взял, не забывай. Вот я ввел занятия в пяти университетах сразу. И баптисты там приходили на занятия. Ну а как вы считаете, в баптистах есть Дух Святой или нет? Ну вопрос-то нетрудный. Я знаю, этим вопросом они чего-то добиваются. Православные знают, какой там Дух-то Святой. Если они еретики. Я говорю, смотрите. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Верите? Ну да. Теперь баптисты спросим. Скажите, вы Иисуса Господом признаете? Он говорит, конечно. Вот и все. Он бы не смог это сказать, если бы не было Духа Святого. Православные сразу сели. Так а что вы за баптистов? Нет. При чем тут баптисты? Просто Иисуса нельзя признать Господом. Творцом неба и земли. Вот мусульмане они не могут признать. Просто пророк и все. Потому что они не рожденные свыше. Они это не понимают ничего. Плотские услады в раю будут. Гури будут. Там женщины у них. Ну какой это уровень-то? У нас это блудодействие считается. Они выходят ради блудодействия живут. Страшно сказать даже. А это ни один, ни два человека. Я когда беседую с ними, такие хорошие люди. А здесь... И при том переписывали Библию, там ошибок наделали. А когда переписывали? Да я не знаю. Кто-то знает. Никто не знает. Когда переписывали, на каждой строчке, в конце строчки стояло сколько цифр. И написав строчку, он пальцем считал буквы. Вы это знаете? Нет. Так вот как они могли упустить? Умышленно сделать? Если три ошибки было найдено, три. В свитах сжигался. Вручную писали. Ни Гутенберг, ни Иван, ни Федоров. Никто еще не придумал печатные останки. И мы должны отвечать согласно Слову Божию. До первой ступени сектанты, еретики, они правильно понимают. Принять Господа своим личным спасителем. Личным. Уверовать. А дальше они засыхают на этой ступени. Дальше не идут. Они ничего не имеют. На одном месте. Я спасен. Я спасен. И ты... Можешь поедать? Нет, я спасен. Я говорю, а как же написано? Многие потерпели кораблекрушение в вере. Не без веры, а в вере. Корабль пошел ко дну. Молчок. Апостол Павел говорит, не говорю, что я достиг. Но не достигну ли и я, как достиг меня Христос. И дальше. Я спасен в надежде. Спасен. Итак, смотрите, что кто не восхитил венец у вас, если вы веровали. А я спасен. А живет по-мерзки. Я все спрашиваю, а во сколько встаешь, когда ложишься, что ешь. Это же у христианина все другое. А вы во сколько встаете? Я говорю, мы всегда встаем. Всегда. В любой день и праздник. 4.40. Ну, я вот в интернете работаю, я в 2 часа встаю. Мне надо раньше. В 2, иногда в 3. И потом. И днем никогда не ложиться. У тебя всегда будет трезвость в голове. Вы слышали, что в Екатеринбурге-то была какая смута? Не знаете ничего? Нет. Блажен. А где вы живете? Я Ростовская область. А вы зарядите Екатеринбург. Просто зарядите вот в интернете сегодня. Сегодня как раз восьмой день там смуты. Такая смута, что едва не вылилась в Майдан. Какое противостояние было. В центре города, сквер, где отдыхали люди. Церковники сумели там как-то сделать и начали строить храм. А народ поднялся. Храмов много. А отдыхать негде. Ну и когда уже дошло до того, что до рукопаши, доложили Путину. А те не под каким видом нюхать. И видимо дал указ. И сегодня ночью вот эта прошедшая ночь. И сейчас, в данный момент, они размонтируют все. А там увозят, увозят этих домиков, сколько они завезли, домиков, в которых рабочим жить. Все показывают. И люди в ладошках хлопают, провожают. Тысячи людей вышли. Там борьба началась такая. Национальная гвардия, ОМОН, там все окружили. Около ста человек только в тюрьму затолкали. А я теперь ответил. Кто это? Метрополит главный. Метрополит должен выйти перед народом, встать на колени. Попросить прощения за то, что решили, не посоветовавшись с народом, отнять у него выход в парк этот-то. И снять с себя сан. И уйти в затвор. И получить квартиру, чтобы каждый день видеть, где ты народа натравил друг на друга. А кого посадили, я совет даю, который меня спрашивает. Совет. Заплатить им за то, что они пострадали. Я не знаю сколько там, ну тысяч по пятьсот. И отправить их всех в самые лучшие санатории хотя бы на месяц. И все за счет метрополии. Да какой же вы православный? Вот такой плохой. Истина дороже всего, что есть. Это вы натравили народ. Там у них свой метрополит. И я сегодня выставил эти ролики. Вот когда свидетели Иегова запретили, я тоже выступил. На каком основании это? Государство не теократическое. Отняли у них там 430 что ли домов царств, которые они называли, где собирались. В пользу государства. Еще разбогатели. Давай сажать их. За что? А они не так верят. Повторяю, государство не теократическое. Это не Греция. И они ни в чем не повеяны. Они хорошие труженики, хорошие семьи. Да, они даже не еретики. Они не христиане совершенно. Они написали другую книгу. Ну, все у них там извращено. Ну, государство за это их не судит. А они переливание крови не принимают. Да это их право. В Еле степи делали переливание крови. Там прививку какую-то. Из запечатанных пакетов. Спит. 470 детей заразили. Это что, игра? Элиста, Калмыкия. Надо везде видеть самую суть. И сразу подумать, а могу ли я быть там полезен? А чем полезен? Знаниями, имуществом, жилищем, питанием, одеждой. Это надо всегда помнить. Я вот 18 лет сотрудничал после освобождения, когда был реабилитирован как политзаключенный. И работал в тюрьме. Бесплатно. Бесплатно. По камерам шли, раздавали там и бумагу, и Евангелие. На Пасху даже яйца крашенные принесли, раздали. Я в первую очередь стараюсь помочь те, которые попали сюда с других стран. Мусульманам. Потому что ему трудно. Ему тяжело, чтобы он на себя руки не наложил. Поддержать его в трудный момент. Передо мной человек. Не вера, а человек, сотворенный по образу Божиим. Ну что, Андрей, прощаться будем? Где ваш товарищ? Можно последний вопрос? Давай. Почему не иметь икону дома это грех? Что сделать? Не иметь икону дома это грех. Почему? Иконы нету, то это грех. Нигде это не написано. Не, я один видел список грехов. И там это был один из грехов. Нету этого, нигде нету. Кирилл... Иоанн Затаус говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Конечно, неплохо иметь изображение Христа, Баптиста, Адвентисты, все сейчас имеют. Они перед ними свечи не возжигают, не кланяются, не целуют. Но изображение прямо в молитвенных домах. Почему? Это же лишний раз тебе напомнит. Я видел, здесь у Баптистов сейчас есть, раньше не было, а сейчас и большие изображения сделали, отдельные эпизоды из жизни Христа. Для вас это не является той иконой, какая она в представлении у православных. Но это икона, экон, изображение. Никакого греха нет. Только ты, чтобы не рубил и не хулил и не называл идолами. Ты, Богородица, не молишься. Это твое право, прямого указания нет. Но только не хули и не противоречь. И это на спасение тебе не повлияет. Только быть в церкви. Вне церкви спасения нет. Это доказывать не надо. Иначе бы... Вне православной церкви? Нет, я не сказал этого. Я говорил вам, мы католики, григорияне-армяне, копты и сирийцы. Вот пять ответвлений, которые сохранили рукоположение. Больше никого нет. Православие это и старообрядцы. Притом, старообрядцы двух толков есть. Новозыпковская и белокринитская. У которых епископат сохранился. А старообрядцы, у которых священства нет, более 50 названий. А они не церковь. Хорошие люди, труженики, священства нет. А без священства спасения нет. Только им верено совершать эти таинства. Как Иоанн Златоус говорит, без этих священных рук нет отпущения смертным грехов. Бог установил так. Сказал, кому простить и проститься, на ком оставить и останется. Ну, все, вопросов нет. У нас православную деревню строим, вы знаете, как смотрели. 21 тысяча уничтожена. Берите село, все свое будет. Соберите людей, дружие, отдельно зарегистрируйте общину, как мы сделали через отдел юстиции. Школа, программа такая, мирская. Ну, все, верующие учителя все начинают молитвой и заканчивают. Православная. Брат у меня священник, приспитель уже 40 лет. А баптисты другие называют пастор. Такого слова нету в Библии, это обман. Пастор. Что это? Пастор есть. Думает, одну букву изменят, и мы их не узнаем. Это сатана прикрывается. Пастор. Это же с английского языка. Не надо. С английского много, что переведено. Так и говорите. Что он означает? Учитель, пастор. Нет, пастор не повернешь никак. А для того, чтобы Бог видел, что вы обманщики. Ну, все тогда. Во славу Божию. Спасибо большое. Мы говорим, спаси Христос по желанию. Спасибо ничего не значит. Храни вас, Господь. Люди не могут перекреститься, когда начертания на лоб и на руку будут ставить. А почему? Ефрем Сирин ответил в четвертом веке, чтобы люди не могли совершить спасительный и животворящий крест Господень. Ну, 13 глава Откровения-то пишет. Антихрист будет ставить знак 666 на руку, на правое и на чело. Причина одна. Причина указана какая? И с какой целью? Стоит только перекреститься, и все твердыни рухнули. Вот утром выходишь на улицу-то, что тебе там живут? Ты перекреститься, скажи, отрекаясь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его, и отворяй дверь и перекрестивай. Все. Все бесовские силы от тебя в пух и прах разнесет Господь. Сила крестного знамения. А сектанты, они этого не имеют ничего. Самонадеянность, гордыня, как говорят, она там просто прет. Я спасен. Я ему ничего не могу доказать. Апостол Павел прямо говорит, многие, многие потерпели коробокрешение в вере, в будущей вере. Даже не слышат. Намертво запечатаны уши. Многие, так среди многих и я могу оказаться. А вы еще православные. Так у нас это не каждый день это мы считаем. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Одна молитва. Только одна. А на самом свои словами ты широко не разгонишься. Там ни учения ни о троице не включишь. А у нас символ веры креду веру в единого Бога Отца Вседержителя. Вот так. С православием трудно кому-то в соревнования входить. У нас такое сокровище. Каноны. С первого века жития святых, а я их начитывал на пленке. За что меня арестовали. Все 12 книг. 1173 биографии. 1173. А у сектантов ни одной. А что такое сектант? Это, Господь говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает. И она заскакает. Сека от слова сечь. Отбрасывать. И слово конфессии, деноминации вы теперь уже слышали. Вы знаете, что их придумал дьявол, чтобы прикрыть слово ересь. Никогда не употребляйте эти слова. Сразу спрашивай, к какой ты ересь относишься? Всего хорошего. С Богом. Отключайтесь. Все хорошо.